Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы слышали сейчас с вами евангельский эпизод, где Господь, придя в одно село, оказался в доме своих знакомых. Это была семья, где были две сестры, уже старшие, достаточно взрослые, две женщины. И их брат по имени Лазарь. Господь любил бывать в их доме, потому что это были простые люди. И в этот раз, когда он был в гостях, произошло следующее. Марфа увидела, что ее родная сестра Мария, вместо того, чтобы помогать ей, готовить угощения для гостей, как и положено любой женщине, вместо этого Мария сидит у ног Иисуса и слушает Его слова. И вот Марфа, зайдя в комнату, где находится Христос и слушающие Его люди, говорит, Господи, не брежешь или... Ты не брезгуешь тем, что моя сестра, которая вот здесь сидит около тебя, оставила меня одну. Скажи ей, пусть пойдет мне и поможет. Удивительно, да, братья и сестры, как можно обратиться к Богу? То есть она не подошла, не шепнула на ухо своей сестре, мол, Мария, иди ко мне помогай. Ты чего здесь сидишь? А она, по сути, делает это специально так, чтобы сам Господь разобрался в ее проблеме. Понимаете? И кроткий Господь ей отвечает. Марфа, ты печешься и говоришь о многом. Много в тебе суеты, Марфа. Но единственное есть на потребу. И Мария выбрала самую благую часть, которая от нее не отнимет. Это слова очень удивительные, да, братья и сестры? Потому что, ну, чисто по-хозяйски, по-человечески, Марфа-то права. В дом пришел высокий гость. С дороги его, конечно, нужно чертой накормить. У него 12 апостолов. Марфа-то права, надо угостить. Это же женское служение. Но Христос совершенно иначе и отвечает. Мария выбрала благую часть, которая от нее не отнимется. Братья и сестры, вот я хочу, чтобы мы сейчас вот именно на этом, не на человеческой правде свое внимание сфокусировали, а на правде божественной. Какие блины, какой чай? В твой дом вошел Господь, который кормил голодных пятьдесят человек чудесным образом, да? Который исцелял прокаженных, воскрешал мертвых. То есть, в этом евангельском месте как бы столкновение человеческой правды и божественной правды. Марфа олицетворяет человеческую правду. Она должна приготовиться, она должна угостить, и ее сестра должна ей помочь. А Мария являет правдой божественной. В тот момент, когда в мой дом вошел Господь, я должна стоять рядом с Ним. И даже благородные и нужные какие-то дела должна положить в сторону. Ко мне пришел Христос. О, если бы, братья и сестры, мы с вами так же чувствовали то, когда в нашу жизнь входит Господь. Но если бы мы могли, так же, как эта Мария, уметь останавливаться, отбрасывать в сторону суету, отбрасывать в сторону все наносанное, пусть благородное, нужное даже, но мешающее тебе в этот момент быть рядом со Христом. Если бы мы умели. И мне кажется, вот нам, дорогие братья и сестры, нужно запомнить то, что сказал Христос. Мария выбрала то, что от нее не отнимется. От нас отнимется красота телесная, здоровье наше отнимется. Домашний быт, уют, дети вырастут, как из гнезда выпорхнут. Правда? Да, кому я рассказываю? У вас в половину уже, наверное, это случилось. И с красотой в том числе. То есть, наша жизнь рано или поздно, она будет терять то, чем мы сегодня дорожим. Да, в конце концов, мы будем терять даже близких. Увы. И вот самое главное, с чем человек может прийти к Богу, это не с тем, какие классные блины он готовил, и как вкусно было у него дома, и как весело и шумно собирались в его доме его друзья. Мы придем с другим ко Христу. Находили ли мы время для Бога в своей жизни? Было ли место в нашей жизни для Христа? Знаете, как замечательно сказал один святой. Время, которое ты потратил на молитве, то есть, пошел в храм, или дома постоял, правила прочел вечернее или утреннее. То есть, время, посвященное Богу, оно это время никогда не пропадет. Потому что это время, как вклад в вечность. Вот знаете, когда человек копит какие-то деньги, да, вклад, это так и называется, собирает, вкладывается, и через некоторое время у него образуются скопленные какие-то средства, которые ему в жизни могут пригодиться. Как говорят, на черный день, правда? И вот этот духовный капитал, простите, что я так вот позволяю все сейчас сказать, но это хороший образ. Как в Евангелии сказано, в Бога богатеете. Вот каждый из нас призван, братья и сестры, откладывать духовный капитал, чтобы потом он сработал на нас. Сегодня ты помог нищему. Поговорил с человеком, которому было трудно и больно, подержал его за руку. Завтра ты отстоял в литургии, покаялся в грехах. После литургии заехал, навестил одинокую тетю, о которой все уже забыли, а ты помнишь. И вот шаг за шагом, там помолился, там человеку помог. Здесь накормил головного. И вот скапливая этот духовный капитал, это то, что у нас не отнимется. Христос говорит, Мария выбрала то, что от нее не отнимется. Смолкнут шумные кампании, веселье, увянут цветы на наших ополисадниках, которые мы сажаем. Но с собой мы заберем туда только тот капитал духовный, который у нас не отнимет ни время, ни даже смерть. Не отнимет то, что человек смог скопить для Бога. То, чем разбогател здесь для Бога. Так что, дорогие братья и сестры, уподобимся Марии. В первую очередь, будем уметь чувствовать, когда в моей жизни появился Господь, то все суетное, лишнее, постороннее, все, что отвлекает меня от Него, должно отойти в сторону, даже если это что-то очень даже важное. И будем скапливать то время, когда мы со Христом, когда мы у ног Иисусовых, когда мы приходим в храм, когда мы молимся, когда мы помогаем ближнему. Скапливать, потому что это у нас никто не отнимет. Это то, с чем мы придем к Богу на суд Божий. И насколько мы здесь находили время и место в своей жизни для Бога, настолько и у Него найдется для нас место, когда мы придем к Нему, в Его Царство. Помогай нам Господь встречать Христа, быть у Его ног, радоваться, что Он рядом, и не отвлекаться на все, что порой нас под самым благовидным предлогом отвлекает от нашего Господа. И этим предлогом, к сожалению, братья и сестры, весьма часто может быть как раз вот эта бытовая суета. Вот у меня сегодня одна, наша прихожанка Татьяна, я ей написал, куда ты пропала? В храме не вижу уже много месяцев. Она говорит, батюшка, сама не помню, что происходит. Месяц собираюсь, не могу вырваться. Да не будет с нами, братья и сестры, таких моментов, когда прийти даже в храм, мы не можем собраться, взять себе руки. Пусть Христос будет на первом месте в нашей духовной жизни. Время для Бога – это то время, которое мы вкладываем в свою вечность. Аминь.